133 происшествия за 10 дней. Сотрудники полиции и МЧС подвели итоги своей деятельности в период новогодних каникул. О результатах в материале выпуска. Цена надежды. Окружные врачи провели уникальную операцию. Медики спасли жизнь полуторагодовалому малышу. Праздничные дни всегда происходят в авральном режиме. 50 вызовов в день. Врачи неотложки рассказали, что тревожило людей в новогодние каникулы. Подводим итоги дня. С главными событиями в студии Олег Котензийский. Новости начинаются. Сотрудники полиции и МЧС сегодня подвели итоги своей деятельности в период новогодних каникул. Все эти дни ведомства работали в режиме повышенной готовности. От жителей региона на телефоны служб спасения поступило больше сотни звонков. Сводка происшествий впечатляет. Это и кража, и побои, и мошенничество, и даже угроза убийством. Полицейскими возбуждены десятки дел, как уголовные, так и административные. Не остались без работы и пожарные. Во время новогодних каникул они дважды боролись с огнем. Обо всем по порядку в следующем материале. Закурил, уснул, а очнулся уже в больнице. Именно так все случилось с хозяином одного из домов. Жилое строение, что в поселке Искатели, загорелось поздно ночью. Пожар произошел в самый разгар новогодних каникул. Еще один уже в Нринмаре. Горел так называемый балок. По предварительной версии его умышленно подожгли. Поэтому здесь прорабатывается вопрос совместно с правоохранительными органами. Так в целом период именно новогодних праздников закончился на положительной ноте. А вот для полицейских напротив новогодние каникулы выдались неспокойными. За 10 дней 133 происшествия разного характера. 11 фактов побоев, 10 краж. Не обошлось без мошенничества, хулиганства и даже угроз убийством. Почти все эти преступления совершались в состоянии алкогольного опьянения. Однако есть и положительные моменты. За период новогодних праздников проводилось на территории округа 7 мероприятий, массовых мероприятий. Нарушений общественного порядка и безопасности, также чрезвычайных происшествий не допущено. Что касается дорожной статистики, то здесь цифры отнюдь не впечатляющие. В период новогодних каникул произошло 12 ДТП. В одном из них есть пострадавший. На месторождении Трепса водитель, управляя грузовым автомобилем, не справился с управлением, допустил опрокидывание, в результате чего был госпитализирован в Нинскую окружную больницу. Шесть человек сели за руль под градусом. Еще девять и вовсе оказались псевдоводителями. Они не имели права управлять автомобилем. Тем временем в регионе продолжаются поиски без вести пропавшего человека. Николай Таратин ушел из дома еще в конце декабря. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Последний раз рыске его видели в районе лесозавода, недалеко от дома номер 28 по улице Комсомольская. Приметы пропавшего. Рост 160-165 сантиметров. Телосложение худощавое. Волосы короткие и светлые. Мужчина был одет в синий пуховик с капюшоном на меху, джинсы темно-синего цвета, ботинки кожаные черного цвета. Особые приметы. На верхней губе с левой стороны имеется шрам. На груди с левой стороны имеется татуировка. РВ-4. Поиски пропавшего продолжаются. Олег Танзейский, Владислав Носкин, Телеканал Север. Порядка 500 вызовов поступило в отделение скорой помощи за новогодние праздники. Причинами стали респираторно-вирусные инфекции, заболевания сердца и желудочно-кишечного тракта. Были и несчастные случаи, но морожений и ожогов от пиротехники врачи не зафиксировали. Большая часть выездов пришлась на взрослых, детских – порядка 10%. По словам врачей скорой помощи, общее количество звонков от граждан осталось на уровне прошлого года. Как правило, много обращений поступает в начале и в конце праздников. 1 января с 9 утра до 9 вечера было обслужено 35 вызовов тремя бригадами. Это очень много. Взовов всегда очень много, потому что все-таки это массовая массовость, да, то есть и вирусная инфекция, и травматизм, и алкогольное пенение, обострение всех хронических заболеваний. Кроме того, врачи отмечают случаи бытового и уличного травматизма, разного рода ожоги, ушибы и ранения. Новый год в Ненинском округе ознаменовался рождением малыша. Здоровый мальчик весом почти 4 килограмма и ростом 54 сантиметра родился у жительницы Хривера. Роды протекали без осложнений. Ребенок появился на свет в родильном отделении окружной больницы. Всего за 10 новогодних дней в Ненинском округе появились на свет 18 малышей. По словам заместителя главного врача Ненинской окружной больницы, в целом рождаемость в регионе увеличилась. За 2015 год у нас было 714 родов, родилось 723 малыша. Это на 48 больше, чем в том году. И родов больше, и малышей больше. Помимо этого, в период праздников в регионе была приведена уникальная эндоскопическая операция. Окружным врачам удалось спасти жизнь полуторагодовалого ребенка, который вдохнул шелуху от семечки. Мальчика быстро доставили в больницу и прооперировали. Сегодня его жизнь находится вне опасности. Это новости с севера. Смотрите далее. В основном спрос на тепло, на солнце и море. А дома лучше. Эксперты выяснили, где в этом году туристы провели новогодние каникулы. Видно, что мороз, и народ так подтягивается. Магазин под открытым небом в Нринмаре впервые провели рождественскую ярмарку. 30 градусов мороза не помешали. Идем далее. Отечественные туроператоры, ориентирующиеся в своей работе на внутренних направлениях, получат от правительства субсидии. Как ответил премьер-министр России Дмитрий Медведев, потенциал для развития туризма внутри нашей страны огромен. И мы обязаны воспользоваться всеми открывающимися возможностями. О развитии внутреннего туризма Дмитрий Медведев говорил в ходе совещания, которое он провел в новогодние каникулы в Сочи. В прошлом году внутренний турпоток составил около 50 миллионов человек, что составляет треть от населения страны. Растет интерес и иностранных туристов к России. В прошлом году был установлен рекорд. В России побывало более 20 миллионов туристов из-за рубежа. Развитая туристическая отрасль, услугами которой часто и с удовольствием пользуются наши граждане, это не просто норма постиндустриального общества, а фактически один из показателей качества жизни в стране. И мы обязаны создать условия для развития этой отрасли, заявил Дмитрий Медведев. Тем, кто планирует путешествовать по России, нужны доступные по цене билеты, безопасность в местах отдыха, возможность проверить информацию по маршруту через интернет. В новогодние праздники Ненинский округ посетило полсотни туристов из России и зарубежных стран. 20 человек принял Центр арктического туризма. Путешественники с большой земли приняли участие в турпрограмме «В гостях у северных оленей». Этот проект стал пилотным для нашего региона. И, как показала практика удачным, новогоднюю ночь гости из Чехии, Франции, Владивостока, Ярославля, Москвы и Казани встретили в Ненинском чуме. А настоящим чудом для них стало яркое и продолжительное северное сияние. В рамках программы «В гостях у северных оленей» туристы на снегоходах и треколах посетили стойбище оленеводов, Пустозерск, деревню Устья, занимались арктической рыбалкой. В роли гидов и экскурсоводов выступили сотрудники туристического культурного центра. Традиционно высокие оценки туристов получили и Ненинский краеведческий музей, и Дом ремесел этнокультурного центра. Они остались в восторге от того, что они увидели, потому что немногие знали, что за 2,5 часа, а не за 6 часов, как многие представляли, можно попасть в реальную Арктику. Это доступно, потому что мы предлагаем туры, которые по цене, они реально конкурентны. То есть они конкурентны из Карелии, они конкурентны, я уже не говорю про Камчатку, за 300 тысяч. Тур-проект в гостях у Северных Оленей стал для региона пилотным. Арктика стала доступнее для гостей с Большой Земли благодаря плотному сотрудничеству округа с крупнейшими российскими туроператорами по въездному и внутреннему туризму Russian Discovery и Most Tour Float. Максимум туристических возможностей и незабываемые северные каникулы в полной мере в праздничные дни предоставили и предприниматели Ненецкого округа. Чумовые выходные в Арктике провели две группы туристов из Тулы, Кирова, Сыктывкара, Ухты, Котласа и Польши. По признанию самих туристов, они остались под впечатлением от настоящего мороза, полярной ночи, обилия звезд на небосклоне и гастрономических изысков ненецкой кухни. В 2009 году еще провели новогодние праздники. Российские туристы выяснили эксперты. По данным специалистов, почти треть россиян, раньше предпочитавших проводить новогодние каникулы за рубежом, в этом году остались на родине. Эксперты туриндустрии определили и самые популярные направления 2016 года. Москва, Санкт-Петербург и Сочи возглавили этот список. Какие еще города стали самыми популярными, выясняла наш корреспондент Любовь Пермякова. В топ-10 городов России по числу турпоездок у наших соотечественников, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, вошли Казань, Великий Новгород, Ярославль, Калининград, Нижний Новгород, Псков и Кострома. В целом число поездок по России на новогодние каникулы по сравнению с прошлым годом выросло в 2,5 раза. Многие наши земляки тоже предпочли размеренному домашнему отдыху культурно-познавательный. Если говорить о российских направлениях, то люди постарались приобрести какие-то экскурсионные туры по нашей стране. Это, естественно, Золотое кольцо, Карелия и направления подобного рода. Российские города, они, естественно, пользуются большой популярностью у людей, но в связи с тем, что сейчас у нас зимник был открыт еще в конце года, то основная часть людей, конечно, поехала без туристических путевок, а самостоятельно на своих машинах. Я думаю, что это можно было видеть на зимнике на нашем. Кстати, несколько десятков окружных путешественников и другие российские туристы для встречи Нового года отправились на черноморский курорт Сочи. По своей популярности Сочи обошел такие европейские столицы, как Прага, Вена и Будапешт. Более того, Сочи также возглавил топ-5 городов Российской Федерации, гостиницы, в которых на Новый год чаще всего бронировали отечественные отдыхающие. Интерес к отдыху в Сочи усилился после проведения Олимпиады. Уникальный горный климат, новые гостиницы и построенные горнолыжные трассы. Некоторые российские туристы горнолыжным путешествием предпочли увлекательное путешествие по тропам сказок и посетили Вочину Деда Мороза, расположенную в Сосновом Бару неподалеку от Великого Устюга. 36 048 человек в 1-30 число. Это больше на 3000, чем в прошлом году. Да, у нас все интересно, особенно тем, кто впервые. Но даже те, кто приезжает уже не первый год, им тоже интересно, потому что у нас появляются новые объекты, доказываем новые программы, доказываем театрализованные представления. В доме Деда Мороза интерьеры меняются в некоторых комнатах. Если 5 миллионов россиян, которые раньше ездили отдыхать на курорты Турции и Египта, соберутся путешествовать по России, подсчитали в Министерстве культуры, то общий приток средств, туристический отрасль и в экономику страны даст разовое увеличение ВВП на 700 миллиардов рублей. Эти средства пригодились бы регионам, чтобы продолжать модернизацию туристической инфраструктуры. Потребности регионов во вложениях в туризм оцениваются в 35 миллиардов. В Наринмаре впервые прошла рождественская ярмарка. Несмотря на морозную погоду, столбик термометра зашкаливал за минус 30 градусов. На площади Мороза и Своядары представили 11 участников ярмарки. Они приехали из разных уголков региона. Это производители сельскохозяйственной продукции, организации народно-художественного промысла. Алина Ваучейская продолжит. Лилия Тайбарей, например, из Красного. На ярмарке бизнес-вумен из национального поселка представила излюбленные северянами бурки. Теплые, легкие, я думаю, даже полезны для ног. В них легко, тепло, ноги дышат. И потом здесь натуральная выделка. То есть нет химии никакой. Это во-первых. Во-вторых, это еще красиво. Пошив такой дорогостоящей обуви – вещь сугубо индивидуальная. Лилия благодаря ярмарке набрала много заказов на их изготовление. Но представленные на продажу бурки так и не разобрали. А вот в соседней палатке продукция разлетается только в путь. Еще бы, тут продается выпечка, в том числе и козули. Эта рождественская северная традиция идет издавна. Козули – разновидность пряников. Делали их в форме коз. Отсюда и название. Делают оленята, елочки, шишечки. Это все козюли называется. Это такой северный сладкий сувенир. И только на севере их, в принципе, здесь делают. Архангельская, особенно в области, Нинска на автономном округе. Пекут всей семьей. Вот они политы разноцветными штуками. Это настоящий рождественский, единственный здесь такой товар, можно сказать, местный. Что только не увидишь на рождественской ярмарке. Пирожки и торты, мясная и молочная продукция, рыба и птица, сладости, волокуши и теплая одежда, косметика и даже украшения ручной работы. Разбирают. Даже сувенирные продукции увозят в Питер, в Москву, во все регионы России. Как считаете, вот такие ярмарки нашему городу нужны? Во-первых, мы каждому празднику здесь торгуем. Это на культурный центр. И, во-первых, это подарок ручной работы и заработок мастерам. Это обязательно надо делать. И под более такой красочной вывеской, я думаю, что. Проводить такое массовое народное гуляние на Рождество – традиция старая, как мир. Но вот в окружную столицу добралась только сейчас. Идея провести ярмарку на Рождество пришла после удачного проведения аналогичной торговли в Пасху. И тогда, и сейчас организацией и проведением занимались в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК совместно с городскими властями. По словам вице-губернатора Олега Белока, такая торговля – весомая помощь предпринимателям и сельхозпроизводителям. Для нас самих было несколько неожиданностей, что несмотря на такой лютый мороз, когда, как и жалуются некоторые предприниматели, отказывают калькуляторы, вот столько людей, то есть я примерно оцениваю, что здесь проход будет более тысячи человек, более 30 предпринимателей, совершенно разный ассортимент продукции. Для нас это, скажем так, первый раз, но это далеко, конечно, не ком. Да, то есть я считаю, что на протяжении столь длительных праздников очень хорошо иметь такое светлое окно, когда можно прийти тем, кто постовал разговеца. Кто не постовал, тем не менее, все равно как-то отпраздновать этот праздник. Рождественская ярмарка – не столько место, где можно что-то купить, сколько развлекательное мероприятие, куда с удовольствием идут и дети, и взрослые. Сердце города Марацей сегодня больше напоминает сказочную торговую площадь. Огромные потоки людей, музыка и танцы, хорошее настроение. Алина Волучейская, Александр Дуркин, Вадим Стасюк и Антон Водряков. Телеканал «Север». Смотрите далее выпуска. Каникулы продолжаются. Крепкие морозы стали причиной отменных занятий у школьников. При каких условиях ученики могут не идти в школу, расскажем чуть позже. Первый рабочий день в наступившем году ознаменовался первой отменой занятий у школьников. В неплановой выходной получили ученики с 1 по 4 класса и первой смены. При каких условиях окружные шкалеры могут не идти в школу и как будет наверстываться учебная программа, расскажет Алена Валей. Первый учебный день и первая отмена занятий. Однократные и непродолжительные дополнительные выходные особых проблем для усвоения школьной программы не несут. К тому же к этому вопросу в некоторых школах региона подошли со всей ответственностью, прибегнув к опыту коллег из соседних регионов. Ведь несмотря на капризы погоды, программа должна быть исполнена на все 100%. В Иркуту мы посмотрели, благо, что она недалеко и находится в том же самом поясе. И выяснили, что воркутинские школы уже пошли по пути очень простому. То есть мы заключаем соглашение с родителями дополнительно о том, что родитель, фактированный день, имеет право доставить ребенка в школу, а затем забрать его. Те дети, которые в эти дни не могут посещать уроки, получают домашнее задание от педагогов. Такая система действует безотказно, но сложнее приходится, когда актированных дней много, особенно если внеплановые выходные продолжаются несколько дней подряд. Тогда приходится наверстывать программу в субботние дни, а это дополнительная нагрузка на школьников, учителей и родителей. Но в условиях Крайнего Севера без актированных дней не обойтись. Например, в прошлом году их было пять. В какие дни и при каких температурах воздуха отменяются занятия, прописано в приказе Департамента образования, культуры и спорта региона. Занятия в начальных классах отменяются при температуре от минус 32. В пятых-восьмых классах, если столбик термометра опустился до отметки в 37 градусов по Цельсию. Внеплановые выходные у учеников девятых-одиннадцатых классов появляются при температуре от 42 градусов и ниже. При такой же температуре могут отменить занятия и в учреждениях профобразования, но только по распоряжению руководителя учебного заведения. Также решения об отмене занятий могут быть приняты и руководителями отдельных школ при температуре воздуха от минус 27 до 31 градуса, учитывая отдалённость места жительства учащихся. В основном это касается крупных сельских населённых пунктов. Кроме температуры учитывается и поправка на скорость ветра. А это значит, что при относительно высокой температуре воздуха, но сильным ветром, занятия у школьников могут отменить с 1 по 11 класс. Поправка вводится с 5 метров в секунду и увеличивается на 2 градуса. То есть, если ветер составляет 5 метров в секунду, то прибавляется 2 градуса. Если 6 метров в секунду, то уже будет прибавляться 4 градуса и так далее. В дни сильных морозов узнать об отмене занятий можно в эфире радио на Ренмар-ФМ на частоте 102,5. Информация будет передаваться для первой смены в 7,15 и в 7,45. Для второй смены в 11,15 и в 11,45. Кроме этого, официальные сведения о температуре воздуха можно узнать в Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по телефону 2,19,95. Алена Валей, Дмитрий Лукевич, Вадим Носкин, Телеканал «Север». И в продолжение. У природы, как известно, нет плохой погоды. Тем не менее, какой она будет в ближайшие три дня, мы узнали у сотрудников гидрометеостанции. В ближайшие три дня погода немножко теплее, чем была за эти дни. Но опять же, обещают небольшие метели, снег, выпадение. Вот на завтра дают снег, слабую метель, ветер северо-северо-восточный. Ночью побольше ветер, до 13 метров в секунду, днем поменьше, 5-10. Температуру ночью на завтра обещают на сегодняшний ночь 19-21 мороза, а днем 17-19. А на последующие, 13-14 число, тоже ветер тех же направлений, восточный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду. На побережье местами порывы усилятся до 14 метров в секунду. Температура опустится до минус 22-27 градусов, а ночью до минус 34. 14 января, по прогнозам синоптиков, выпадет небольшой снег, местами метель, ветер восточный и юго-восточный, 8-13 метров в секунду. На побережье местами порывы до 15-18 метров. Температура ночью минус 18-23, при прояснениях до минус 32. Днем минус 12, минус 17.